Собака – друг человека. Эту крылатую фразу знают все, но о том, сколько знаний и умений необходимо для того, чтобы воспитать животное правильно, задумываются немногие. Сегодня нам удалось побывать на учебных сборах кинологов, которые занимаются дрессировкой розыскных собак и их подготовкой для охраны объектов. На территории КПП западной исправительной колонии была сымитирована попытка проникновения постороннего, где служебный пес по кличке Ирвин достойно проявил все свои служебные качества. Такие тренировки необходимы для обновления в памяти собаки усвоенных навыков, а также для обучения и самих сотрудников. Дрессировкам уделяется особое внимание с учетом смены местности и участников. Собаки работают и днем, и ночью, потому что отрабатывают в разное время, и в поле, и в закрытых помещениях. То есть у нас методически грамотно построено. Собака может филорить? Иногда даже очень. Более боевые моменты, непосредственно задержания, чтобы не было условного рефлекса на вид костюма или еще чего-то, отрабатываем отдельно. Деван – это скрытую защиту, гражданскую форму одежды. Я отрабатываю эти моменты, поэтому, в принципе, собака знает, что это еще учение, а то уже это надо отрабатывать по полной программе. А в чем видно, что собака не по полной или по полной? Это нужно прочувствовать. Этот питомник может содержать 14 собак. Но с начала военных действий и из-за многочисленных разрушений жилых секторов люди начали приводить животных, оставшихся без дома и хозяев. Так сюда попал щенок овчарки по кличке Изюм, которого уже здесь прозвали «собака-солнце». Он еще не знает многих команд, но легко идет на контакт и с удовольствием выполняет несложные задания. Собаки в учреждениях используются для охраны объекта, то есть несут службу постоянно на периметре, на блокпостах. А также есть еще разыскные собаки, как мы видели сегодня, участвуют в досмотре транспорта, а также в сопровождении, при этапировании в спецавтомобилях. После прохождения инструктажа нам удалось лично поучаствовать в обучении и прочувствовать на себе некоторые моменты работы кинолога. Внимание, обращаю ваше внимание на подготовку этого фигуранта к работе, чтобы постоянно не перетягиваться в резкостюмы, в резкостюме, в специальную форму одежды. Для этого предусматривается или комбинезон, или, как в данном случае, фарту. По мнению специалистов, даже домашние собаки нуждаются в грамотном воспитании, которые лучше всего воспринимаются в период роста и переплетаются с начальной и профессиональной дрессировкой. Только тогда животное сможет вырасти надежным защитником и преданным другом. Кристина Крымова, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...